Всем привет, с вами Гобзор.ком. Вчера мы завершили сборку кастомной жидкостной системы охлаждения в корпусе Lian Li PC 011 Dynamic Designed by Razer. Это специальная версия. Здесь идет встроенная процветка хрома RGB, есть контроллер, есть стилизованное оформление. Этот корпус доступен в российских магазинах, стоит 13 800 рублей, продажи стартовали. Стартовый набор включает регулируемый крепеж для видеокарты, набор стяжек-липучек, набор винтов и различную документацию. За основу был взят оригинальный Lian Li PC 011 Dynamic со всеми его конструктивными особенностями и преимуществами. Сохранили строгую выдержанную стилистику. Изменения коснулись появления 4 светодиодных лент, 86 светодиодов, 40 на основании по 20 с каждой стороны и 46 для подсветки фронтальной стенки. Это адресная подсветка с управляемыми отдельными светодиодами. Также стеклянная лицевая панель здесь идет с гравировым многотипом Razer. При работе подсветки она играет с цветами. Из мелочей отмечу окрашенные в зеленый цвет коннекторы. Общий же набор портов ввода и вывода включает 2 скоростных USB, 1 USB Type-C, раздельные аудиоразъемы, кнопку включить. Основная боковая стенка Lian Li 011 Dynamic Designed by Razer. Из стекла она закалена, устойчиво к появлению царапин. Применен безвинтовой способ крепления. Они ставятся в направляющие, для снятия установки нужно будет снять предварительно верхнюю крышку. Сам процесс несложный, один из самых удобных, кстати, среди реализованных корпуса. Под верхней стенкой расположен съемный противопылевой фильтр. Еще один такой же на основании. Фильтрами сопровождаются ряды вентиляционных отверстий на боковой стенке. Экономить на защите от пыли тут не стали. Задняя стенка с интересной компоновкой. Есть два выреза под блоки питания. Один из них сопровождается съемной заглушкой. 8 съемных заглушек под платы расширения, без проставок между ними. Корпус не предполагает изначальную установку вентилятора на заднюю стенку. Вместо этого здесь выведена только вентиляционная решетка. Хотя можно поставить 90-мм вентилятор. Внутреннее пространство разделено на две камеры. Так что здесь у нас через стеклянную стенку будет видна камера с материнской платой и ключевыми компонентами. Поддержатся материнские платы до E-ITX формата. На основании две пластины под диски типа размера 2,5 дюйма. Эти пластины съемные. Интерес, конечно, представляет зону вдоль всей высоты сбоку от материнской платы. Сюда ставятся три вентилятора 120 мм или специальные резервуары с помпами. Ее же можно использовать под радиаторы жидкостного охлаждения. Основные окошки под вывод кабелей сопровождаются клапанами. Аккуратности собираемой системы и скрытие лишних проводов уделили повышенное внимание. За стойкой платой предлагается большое пространство. По умолчанию завода вместе под второй блок питания зафиксирована металлическая корзина. Тут можно поставить два 3,5 дюймовых диска. Ее можно демонтировать, освобождая в свободное место, например, для укладки или каких-то периферийных аксессуаров. И здесь же можно поставить второй источник питания. Или переместить нижний блок питания сверху, если нужно, например, удобнее получать к вырезам снизу доступ. Второй блок питания может быть интересен, например, для питания подсветки отдельно в корпусе. Вы можете запитать подсветку и у вас она будет работать, даже когда система выключена. Или разделить, например, если у вас два блока питания мощностью, например, 750 Вт, вы можете запитать одним видеокарту, помпу, а вторым систему. Это можно совмещать и будет работать корректно. По умолчанию завода здесь у нас находится металлическая пластина. Она скрывает и собирает кабель, можно все это дело прижать. Также сюда же можно поставить еще 2,5 дюймовые диски. Корпус Leon Li PC011 дополняется встроенным контроллером для работы установленных светодиодных лент. Для его работы нужно будет подключить питание к USB разъему. Дополнительное питание он не требует. Поддержка блок питания. Максимальная длина 21 см, видеокарта 42 см. В башной системе охлаждения до 155 мм. По корпусу можно распылить до 3 радиаторов типа размера 360. Для управления подсветкой можно загрузить центр управления Razer Synapse 3, который используется для периферии. Определяется автоматически, отображается в виде плитки. В окне можно отрегулировать яркость, выбрать быстрые и расширенные эффекты. И подсветку можно автоматически выключать в режиме сна. Есть инструменты для создания собственных эффектов. То есть, подсветка у вас может быть связана с другими компонентами. И это отлично. По умолчанию корпус не предполагает вертикальную установку видеокарты, но в линейке производителей есть собственные аксессуары для разворота. Есть такие аксессуары и конкурентов. И здесь большой плюс, что нет перемычек между заглушками. То есть, не нужно ничего выкусывать и ломать. Подойдут любые вообще. Мы ставили видеокарту RTX 3090 от Palette. Как горизонтально, так и вертикально проблем не было. Сам корпус располагает, конечно же, к использованию жидкости. Система охлаждения здесь строить на башне. Это не лучший вариант, я так думаю. И для этого тут есть как элементы конструкции, так и общая компоновка к этому располагает. Сборка шла как с готовой заводской системой. С радиатором 280, это Big White у нас был. И также мы, естественно, провели кастомную систему. Я ее рассмотрю в отдельном обзоре, чтобы здесь просто не занимать ваш тайминг. И если это вам будет вообще интересно. Вся подсветка в корпусе в итоге управляется с одного окна. Это Razer Synapse. Там и подсветка монитора фоновая Philips Hue. И стеновые панели Nanoleaf. То есть, все это очень удобно управляется. И еще при этом эффективно отводится тепло. Как итог, мы получаем корпус, который будет интересен не только владельцам периферии Razer. Хотя, если вам не нужна подсветка, можете выбрать простую версию Dynamic. Она стоит примерно на 3000 дешевле, плюс-минус. Но и тем, кто ставит приоритетом возможность аккуратной сборки без камели в видимой зоне. Поддержку заводских и кастомных систем жидкостного охлаждения. Столичьим штатной защиты от пыли. К преимуществам отнесу скоростные разъемы на лицевой панели. Встроенная зона с подсветкой. Аккуратный внешний вид. Поддержка габаритных компонентов. Место под дополнительный блок питания. Из минусов отмечу возможное ограничение по файловой системе. Если вы используете жесткие диски, особенно не в твердотельном исполнении. Отсутствие штатных средств вертикального ориентирания видеокарты. Может было бы дополнить, например. Или сделать по умолчанию сразу вариант с фиксацией заглушек. Ну, как-то так. С того же всем обсудим. С вами Леон Ли. PC011 Dynamic Design by Razer. Лайк, подписка, приветствую. Пока-пока.